Всем привет! Сегодня будем разбираться со сваркой алюминия в пульс режиме, то есть в импульсном режиме. Импульсный режим в основном применяется для того, чтобы лучше контролировать тепловлажение, а также, так скажем, более народное применение, чтобы шовчик получить более красивый, то есть более равномерную чешую. К особенностям сварки алюминия можно отнести то, что он очень теплоемкий материал, поэтому требуются некоторые особенные настройки. Давайте перейдем к настройкам. Переходим к настройке аппарата. Выставлена частота переменного тока 80 Гц и баланс переменного тока 30% времени очистки. Настройки эти достаточно универсальные, то есть подходят не только для пульс режима, но и для линейного режима сварки. Переходим к настройке циклограмма. Предгаз полсекунды, для 4-метровой горелки достаточно. Далее время подъема тока 1 секунда. Выставляется как бы, как вам комфортнее. Мне кажется, 1 секунда оптимальна. Ну и время спада 2 секунды. Этот параметр у меня выставлен для материала, с которым будем работать, то есть это алюминий 2 мм. Если у вас более толстый материал, то, соответственно, времени желательно поставить побольше. Ну и постгаз 7 секунд, чтобы электрод у вас оставался в хорошем состоянии. Переходим к настройке пульс режима. С пульс режимом, в принципе, разобраться просто, потому что все параметры у нас отмечены на циклограмме. У нас есть пиковый ток, он же верхний, и у нас есть базовый ток, он же нижний. И нам нужно настроить соотношение между пиковым и базовым током по времени и по силе тока. Также нам нужно выставить частоту, то есть количество циклов в секунду. Демонстрировать пульс режим я буду на 2 мм пластинах алюминия, поэтому настроечки, соответственно, под этот материал. Первый параметр это у нас сила пикового тока, 150 А. Далее у нас идет доля пикового тока по времени. Также этот параметр может называться коэффициент заполнения 33%. Далее у нас выставляется частота пульса импульсных, соответственно, 1 Гц, то есть 1 цикл в секунду. И далее у нас выставляется сила базового тока в процентах от пикового, 33% в моем случае. Есть аппараты, на которых базовый ток выставляется в амперах. Соответственно, просто выставляете примерно треть от пикового тока. Если вы работаете с другой толщиной материала, вам нужно, соответственно, просто подобрать пиковый ток. Соотношение по времени и по силе тока с базовым не трогайте. То есть, если у вас такой же аппарат, как у меня, или что-то подобное, он выставит все автоматом. Если у вас надо выставить вручную, то, как уже говорил, выставляйте пиковый ток и выставляйте базовый ток примерно треть от пикового. По моторике, в принципе, все просто. То есть, во время пикового тока подаете присадочку, присадочный проток, а во время базового тока передвигаете горелку. Если хотите более редкую чешую, то передвигайте горелку примерно на край ванны сварочной. Если более частую, то примерно на середину ванны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В результате у нас получился вот такой вот шов с равномерной чешуей. Равномерную чешую в пульс режиме гораздо проще получить, чем в линейном. Но в любом случае нужно попрактиковаться. То есть, без практики у вас ничего хорошего не получится. С обратной стороны видны явные точки. Это у нас точки от пикового тока. Пульс режим вещь хорошая, но конкретно на алюминии он редко применяется. Так как у него есть очень один большой минус – это скорость сварки. То есть, если вам где-то нужно получить красивую чешую, ну или проконтролировать тепловоложение, эта вещь, конечно, хорошая. Но в целом, учитесь работать в линейном режиме. Ну, как вы могли видеть, с пульс режимом разобраться достаточно просто. Но если у вас вдруг остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях. Если понравилось видео, ставьте палец вверх. Если еще не подписаны на мой канал, подпишитесь. Будет еще много всего интересного. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok